Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Продолжаю регулярные аналитические выпуски по фондовому рынку и текущей мировой макроэкономической ситуации. Без истерик и надуманных сенсаций, только нужная и важная аналитика от инвестора с 25-летним опытом инвестирования. Рассматриваю сегодня различные новости фондового рынка США, Россия, Китай, основные определяющие события, статистика и тенденции. Ну, как всегда по субботам, вы это уже знаете. В общем, коротко о главном, только то, что может заинтересовать долгосрочного инвестора. Поехали, начиная с американцев, смотрим индекс S&P 500. Ну, тут все очень даже неплохо, правда, в последнее время рост фондового рынка притормозился, а данные по инфляции оказались не очень радостными. При этом почти все остальные важные показатели от этого пока не особо страдают. И экономика остается в силе, и рынок занятости пребывает в достаточно уверенном состоянии. До сих пор немного напрягает облигационная ситуация, да и сам факт того, что бизнесы уже давно находятся под давлением высоких процентных ставок, дополнительного оптимизма не вселяет. И в продолжение темы негатива, который сейчас практически не замечается, стоит отметить плохие звоночки со стороны потребления в США. Да, кстати говоря, не только в США. А сюда, вот еще здесь, вот в блоке по американцам, я бы еще добавил, что возрастают инфляционные ожидания. Некоторые проинфляционные факторы никуда пока что еще не уходят. В общем, появляются предпосылки к развороту фондового рынка, вот как минимум к логичной коррекции. Но сейчас инвесторы и спекулянты под впечатлением отчета и прогнозов NVIDIA. Это реально слегка задрало рынок, но, как вы понимаете, данный фактор эмоциональный и краткосрочный по своему влиянию. Фундаментальные факторы говорят о логичности торможения фондового рынка. Вот, вот это коротко. Также в данном блоке я бы хотел коснуться замороженных иностранных активов. В последнее время выходит много новостей по замороженным иностранным акциям. Вот по этой теме традиционно я делаю исчерпывающие и своевременные публикации в Телеграме. Иногда делаю видео. На экране обложка к важному свежему ролику на эту тему. Есть смысл его посмотреть. И подписаться в Телеграм тоже есть смысл, так как чаще всего актуальные события по этой теме я освещаю именно там. Но подписывайтесь только по моей ссылке. Это важно, чтобы не нарваться таки на мошенников. Далее, теперь несколько слов про Китай. На экране индекс Хэнк Сэнк. Видим, что индекс лихо улетел вверх и наметилась коррекция. Ну, про движение вверх я уже говорил неоднократно. Оно было обусловлено не только поддерживающей риторикой регулятора, но и конкретными стимулирующими действиями с его стороны. Кроме того, начала выходить неплохая экономическая статистика и опережающие индикаторы. А вот коррекция наметилась после решения США о введении пошлин на китайские электромобили и после резкого роста геополитических рисков на заявлениях руководства Тайваня. Китайцы сразу начали мощные военные учения в той области. Градус эскалации геополитического напряжения подскочил. Собственно, сейчас наблюдать нужно именно за этим. События, в общем-то, серьезные. Так, далее. Далее у меня российский фондовый рынок. Давайте теперь посмотрим российские новости, экономические процессы, так или иначе влияющие на наш отечественный фондовый рынок. Так, смотрим график индекса Мосбиржи. Здесь видим, что недавний восстановительный рост тормозится, а к концу недели даже нарисовалась заметная коррекция. Это происходит не только на фоне нарастающей геополитической напряженности и на фоне обсуждения новой налоговой системы в России, но и, похоже, народ начал замечать, что фундаментал у российского фондового рынка отнюдь невеликолепный. Проблема в том, что со всех сторон брокеры и блогеры кричат, что фундаментал отличный, растем и будем расти дальше. И вдруг появляется информация о том, что повышается вероятность дальнейшего подъема ключевой ставки. Именно это, похоже, заставляет людей таки задуматься, а все ли так хорошо и распрекрасно. Лично я давно уже говорю о сложном фундаментале в экономике, о проблемах с бюджетом и указываю на остающиеся проинфляционные факторы. Кроме того, если посмотреть на график цен на нефть, то тут тоже радоваться нечему. А ведь именно нефть-матушка-углеводородица в основном и определяет у нас в стране то, насколько хорошо чувствует себя бюджет и рубль, и даже слегка влияет на наше с вами благосостояние. В общем, хорошего мало, но оно все-таки есть. Правда, не для экономики, а как раз для фондового рынка. Это уже практически начавшийся дивидендный сезон. Мало того, что он реально принесет на фондовый рынок дополнительные и немаленькие деньги, так еще и брокеры и блогеры постараются разогнать акции на дивидендном факторе так высоко, насколько у них хватит сил. То есть подальше от фундаментала. Кстати, как правило, особенно в начале дивидендного сезона наиболее ярко проявляется фактор дивидендных отсечек и див-гэпов. На них рынок лихо может сходить вниз. Поэтому нас сейчас ждет период повышенной волатильности, так как в это время на рынок будут одновременно влиять и дивидендные разгоны, и дивидендные гэпы. А если еще и действительно народ начнет замечать слабый фундаментал, то может стать очень интересно. В принципе, мне уже интересно. На прошедшую неделю у меня осуществилось целых 19 покупок. Во всяком случае, на момент, когда я записывал это видео, по факту может оказаться и больше. Это мой исторический недельный рекорд по количеству покупок. Это реально много. Ну, потому что были интересные снижения цен и плановые коррекции далее активов я тоже, естественно, осуществлял, не забывал. В общем, куда точно пойдет рынок, неизвестно. Есть предпосылки движения и в ту, и в другую сторону, и очень неслабая интрига по геополитике. Но по своему инвестированию я точно знаю, что правильно учту риски и в итоге получу нормальный, адекватный результат долгосроки. И в рамках такой уверенности, подкрепленной опытом и знаниями, я продолжаю покупать активы на российском рынке, несмотря на то, что сложный фундаментал сейчас указывает в сторону стагнации и присутствуют спонтанные риски. Позиции по российским активам у меня набирается, а вот та самая моя осторожность, про которую я не забываю, направлена на то, чтобы не рисковать сверх меры. Мне есть чего терять. Да и в любом случае деньги мне достаются и доставались нелегко, упорным трудом, поэтому терять я их не планирую. Следовательно, веду продуманное, учитывающее риски, сбалансированное инвестирование. Ну и все мои объяснения видите в инвест-клубе по покупкам. Я уже несколько раз так проходил кризисы с проверенной тактикой покупок, и в итоге инвестиционный капитал потом в посткризисное время ускорял свой рост. То есть положительный результат инвестиций в долгосроки у меня будет достигнут при гораздо меньших рисках, чем у подавляющего большинства псевдо-гуру инвесторов. Кстати, именно эту фразу, ее суть стоит понять хорошенько. Она ключевая по моей инвестиционной деятельности, и поэтому я ее нередко повторяю. Ее стоит осознать и прочувствовать. Вот, на сегодня это все. Всем успехов финансовой независимости. Да пребудет с вами все сложного процента.